Регби это сила, а еще скорость и ловкость. Тренер Владимир Бармин говорит, игру часто сравнивают с американским футболом. Это не так, хотя и здесь, и там главное донести похоже на дыню мяч до так называемого дома. Родина регби Англия, а игра пусть и силовая, но в то же время тактическая, в чем-то даже изящная. Лучше не придумать для наших российских мальчишек, умеющих и головой работать, когда надо на пролом идти. Это доступно вообще любому физически более-менее крепкому человеку. А для детей – раздолье. Ну разве любому ребенку не хочется схватить, толкнуть, отобрать мячик? Это же они делают каждый раз на перемене, на футбольном поле. Иными словами, пускает свою неуемную энергию в мирное русло. Для Владимира Бармина развитие регби в Алтайском крае практически сейчас дело жизни. Понимая, что воспитание настоящих спортсменов начинается с молодых ногтей, он получил второе высшее – педагогическое образование. Оно позволяет работать с детьми. Поддержать тренера и его подопечных, которым предстояла серьезная битва, пришел депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, заинтересованный в развитии физической культуры и спорта. Ребята, сегодня вы играете не только за себя, вы играете за весь край. Сегодня у вас серьезный соперник, опытный соперник. Вы получите колоссальный опыт и те знания, которые вам сегодня необходимы. Бейтесь за победу. Если не хватает мастерства, берите характером. Успехов и удачи! А характер пришлось проявить в полной мере. Новосибирцы даже внешне крупнее наших барнаульцев. Да и опыта поболее будет. И все же в первом тайме политехнику уверенно вырвался вперед. Пошли, 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 пошли! Сбавили темп лишь на последних 10 минутах, что позволило гостям наверстать упущенное. Итог 51-17 в пользу новосибирцев. Но это как раз тот случай, когда поражение от победы отличать не стоит, ведь ровно год назад из такой же схватки наши вышли с разгромным счетом. Впереди игра в Новокузнецке и тренировки игры победы. Тем более, что на ребят уже смотрят как на профессионалов. А учитывая, что регби теперь в олимпийской программе и подавно, есть к чему стремиться. Илья Кочетков, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Субтитры создавал DimaTorzok